Несколько дней назад В СМИ появились предположения Прогрессивных ученых мировой науки Называющих проект ЦЕРН То есть Большой Адронный Коллайдер Окультным и созданным в интересах Скорее дьявола, чем Бога Действительно, тут есть о чем задуматься Кто мог потратить несколько миллиардов евро На создание коллайдера С целью проверки наличия античастиц каких-то Ведь так звучала именно официальная версия Если учесть, что пользы от этого коллайдера Не ожидалось ни в коммерции Ни в сфере военных технологий Кроме того, на техническое обслуживание коллайдера Ежемесячно, только подумайте Выделяется 10 миллионов евро ежемесячно Согласитесь, это вызывает как минимум подозрения То, что Адронный Коллайдер принесет хоть какую-то коммерческую пользу Говорить серьезно сегодня, наверное, даже и не стоит Если рассматривать Адронный Коллайдер Как суперсовременное оружие С супервозможностями То против кого оно выступает? Ведь в создании проекта Церна Участвовали 40 государств минимум Среди которых и Россия, и Америка Именно этот факт стал подсказкой ученым То есть, скорее всего, как они думают Проводится какая-то махинация Мирового масштаба И еще и с оккультной подоплекой О, а вот это уже интересно, правда? Место для строительства Церн выбрано далеко не случайно Это земли оккультной коммуны Сен-Женипуи Во времена Римской империи оно имело название Аполиакум И служащий в честь богов-разрушителей Аполиона, Шивы и Гору В том самом городе, где сейчас расположен Церн Находился древний храм божества Аполиона Бога разрушения и воссоздания Разрушение чего? Спрашивается Авадон или Губитель Это еврейское имя ангела Получившего ключ от кладезя бездны Соответствующего греческому наименованию А по-гречески Аполион Если прочесть откровение Иоанна Богослова 9 глава 7 по 11 стих То совпадение мне кажется не случайным По виду своему саранча было подобно коням Приготовленным на войну И на головах у ней как бы венцы Похожие на золотые Лица же у ее как лица человеческие И волосы у ней как волосы у женщин А зубы у ней были как у львов На ней были брони Как бы брони железные А шум открылев его как стук от колесниц Когда множество коней бежит на войну У ней были хвосты как у скорпионов И в хвостах ее были жало Власть же ее была вредить людям 5 месяцев Царем над собой она имела ангела бездны Имя ему по-еврейски Аводон А по-гречески Аполион То есть губитель в переводе Рядом со штаб-квартирой Церн Стоит статуя Шивы Бога-разрушителя вселенной Из всех богов почему-то они выбрали Именно этого бога Бога-разрушения Спрашивается зачем они его туда поставили До сих пор многие гадают и не понимают К тому же Церн является единственной корпорацией Которая использует в своей деятельности Религиозную статую Которой главная задача что-то разрушить Итак зададимся вопросом Какие научные эксперименты Могут производить ученые этой корпорации Чья деятельность происходит под покровительством бога-разрушителя Логотип Церн тоже вызывает подозрение Зачем создавать логотип который сильно напоминает Три шестерки из книги Откровения То есть символ и знак зверя Тоже вопрос хороший, правда? Малоизвестные ученые такие как Луис Санчо и Уолтер Вагнер Подали однажды в суд на Церн Они требовали предотвратить запуск адронного коллайдера Поскольку он может создать черную дыру, как они считали И поглотить нашу Землю В качестве доказательства они ссылались на выводы русского физика Работавшего на главном детекторе коллайдера Аркадия Мулина Но русский ученый Мулин вскоре погибает в автомобильной катастрофе При весьма странных обстоятельствах А все его разработки куда-то бесследно исчезают Естественно суд отклонил иск физиков И адронный коллайдер все-таки был запущен Этот проект, несмотря на все неполадки И даже при остановку коллайдера Несмотря на растущую армию его противников До сих пор не только не закрыт А и продолжает усиленно финансироваться Причем невзирая ни на какие мировые экономические кризисы Не странно ли все это, друзья? Вот такое малоприятное будущее нам может приготовить Мировое правительство во главе с Антихристом После того, как произойдет космическая война на небе Которая описана в книге Откровения 12 глава Будем готовы к встрече с Господом Всегда, друзья Потому что время близко Поэтому мы сегодня и сейчас приближаемся к Господу Иисусу Чтобы и Он приблизился к нам До скорой встречи С Богом Где вы нашли это? Я никогда такого не видел Один человек сломал тайный код и открыл дверь Это не дверь на небо, это звездные врата Он даже не мог себе представить Этого Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok